Всем привет! Hello everybody! Это снова я! И сегодня наша тема это фастфуды. Что я знаю про фастфуды? Да это то, что канадцы очень любят эту вредную еду. Они ее кушают практически каждый день. И сегодня я проедусь по самым популярным фастфудам Канады и Америки и покажу вам, как выглядят гамбургеры. Оценю их по внешнему виду, по вкусовым качествам, и ингредиентам, и цене. Я надеюсь, будет интересно. Поехали! 94 года назад был открыт первый такой вот фастфуд АНВ в Калифорнии. Давайте закажем здесь гамбургер. Hello, I have a coupon. Can I have two tin burgers for $7? Yes, please. I will pay master purchase. Thank you. Have a good day. Итак, наше следующее место это Макдональдс. Макдональдс уже пользуется популярностью 76 лет. Был основан в Калифорнии тоже. И пользуется популярностью до наших дней. Hello. Can I have regular hamburger here, please? Okay, that's 146. Thank you, don't need. Okay, thanks. Hello. Hi. 145? Yes, please. Master car, please. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you very much. Итак, я подъехал к следующему фастфуду, и он называется Subway. Очень популярное место. Он считается среди всех фастфудов самым таким безвредным, да, скажем так. Он считается ресторан здоровой еды, но все же это фастфуд. Уже 51 год он радует жителей Америки и Канады, и других стран своей едой. Я сейчас зайду вовнутрь, потому что на машине я не могу подъехать, нету drive-thru. Закажу себе сэндвич с индюшатиной, сниму немножко видео, а потом дома покажу его и оценим его. Вот так вот выглядит Subway. Итак, теперь на очереди фастфуд номер 4. Это Бургер Кинг. Уже 64 года Бургер Кинг радует своих покупателей своими фирменными бургерами. И мы заедем к ним. В общем, я заказал обыкновенный гамбургер. Картошку фри для Заряны. Картошку фри. Я хочу шапочкой. Картошку фирменными бургерами. Спасибо большое. Так мы подъезжаем к последнему на сегодняшний день фастфуду. Он называется KFC. Попробуем заказать здесь гамбургер. И попробуем его дома, какой он вкусный или нет. Вот так он выглядит. И такой вот фастфуд радует людей уже на протяжении 87 лет. Итак, начнем. АНВ я отдал 7.35, это за 2 гамбургера. Такой гамбургер стоит примерно 5 долларов. Макдональдс нас выжает гамбургер вот так. И за него я заплатил 1.46. Третий по счету это сэндвич с сабвэй. За него я отдал 5 долларов 55 центов. Четвертый по очереди это Бургер Кинг. За него я отдал 4 доллара 18 центов. Пятый это оказался KFC. За него я отдал 4 доллара 19 центов. Как мы видим, внешний вид гамбургера с АНВ выглядит неплохо. По сравнению с гамбургером с Макдональдс. Следующим идет сабвэй. Так вот выглядит сэндвич. Потом идет гамбургер с Бургер Кинг. И номер 5, гамбургер из KFC с курицей выглядит вот так. Теперь я хочу поговорить про ингредиенты, составляющие части гамбургера. АНВ открываем. Здесь у нас есть лифе салата. Вижу майонез есть немножко. Помидор, сыр, котлета, лук, горчица и немного кетчупа. Макдональдс. Открываем. Тут мы видим кетчуп. Немножко, ну, один огурчик. Очень тоненькая котлетка. И все. И вот за такой гамбургер, ну, еще что-то немножко похоже на лук. Ну ладно. Сэндвич с сабвэй. Открываем. Ну, здесь у нас богатый ассортимент. Это индюшатина. Это у нас шпинат, огурчики свежие, капуста, сыр, помидоры, лук, оливки. Ну и все. Теперь гамбургер с Бургер Кинг. Открываем. Здесь мы видим два соленых огурчика. Что-то похоже на горчицу, на кетчуп. Такая вот котлетка. И все. И за это я дал 4 доллара 18 центов. В следующей очереди такой вот сэндвич-гамбургер с КФС. Открываем. Здесь мы видим порезанную, порезанную, как будто капусту или лист с майонезом. Тележка. И все. И пустота. Ну и самое основное. Я сейчас буду делать тест на вкусовые качества каждого из этих гамбургеров. Начнем с индадой. Не плохо. Макдональдс. Ням-ням-ням. Сабвэй. Ну, не плохо. Бургер Кинг. Ну и, конечно же, Кэсси. Итак, переходим к завершению. АНВ я поставил 2 балла, потому что он немножко дешевле, чем Сабвэй. Я ставил оценки, чем дешевле, тем больше баллов. Чем дороже, тем меньше баллов. Сабвэй первое место, он самый дорогой оказался. 1 балл. АНВ 2 балла. Бургер Кинг 4. КФС 3. Макдональдс 5 баллов. Получил сам самый дешевый. Внешний лип. АНВ получил 5 баллов. Это личное мое мнение. Мак получил 1 балл. Сабвэй 3. Бургер Кинг 2. КФС 4. Ингредиенты. АНВ 4 балла. Мак 1 балл. Сабвэй 5 баллов, потому что он просто букет целой вкусности. Бургер Кинг 2 балла. КФС 3 балла. И вкусовые качества. На мой взгляд, АНВ получает 4 балла. Мак 1 балл. Сабвэй 5 баллов. Он очень вкусный. Бургер Кинг 3 балла. И КФС 4. В итоге первое место занимает АНВ. Это лично, по моему мнению, второе место с небольшим атриумом. Сабвэй 14 баллов. Также с КФС занимает 14 баллов. Бургер Кинг 11 и Макдональдс 8 баллов получает. Могу рекомендовать АНВ. Сабвэй. Но, конечно же, на любителей. На любителя, потому что каждый выбирает свой любимый бренд. Которому привык. Это не реклама. Это лично мое мнение про фастфуды в Канаде. Это было топ 5 фастфудов в Канаде. Всем спасибо за внимание. Будем продолжать кушать гамбургеры. Главное, не злоупотреблять джанкфуд. И все будет хорошо у вас. Бай-бай, see you later.